Берлинская стена Она шла, разрывая районы, разделяя семьи, деля не только Германию, но и весь мир. Чтобы понять, как до такого дошло, вернемся во времена Второй мировой войны. США, Британия и Франция объединились с Советским Союзом против сил, оси. После победы над Третьим Рейхом, каждый из стран-победительниц оккупировала часть Германии. Изначально разделение было временным, но среди бывших союзников появились разногласия в том, как они видели Европу после войны. Если западные страны продвигали либеральную рыночную экономику, то Советский Союз хотел окружить себя покорными коммунистическими странами, включая ослабленную Германию. Пока их отношения ухудшались, Федеративная Республика Германия сформировалась на Западе, а Советы создали Германскую Демократическую Республику на Востоке. Советские страны-марионетки запрещали торговлю с Западом и перемещение между странами. Так появилась непроходимая граница, известная как «железный занавес». В бывшей столице Германии, Берлине, дела обстояли особенно сложно. Хотя город полностью находился на Востоке, на территории ГДР, послевоенное соглашение разрешало союзникам отделить часть города. Америка, Британия и Франция создали демократический анклав в западных районах Берлина. Официально восточным немцам нельзя было покидать страну, но в Берлине ее можно было спокойно перейти или переехать на автобусе, такси или метро, а из западной части уже перебираться в ФРГ или еще куда-нибудь. Открытая граница в Берлине была проблемой для руководства Восточной Германии. Они сделали ставку на то, чтобы взять сопротивление коммунистов Гитлеру и представили Западную Германию как продолжателя нацистского режима. Пока США и союзники вкладывали деньги в восстановление Западной Германии, Советский Союз забирал ресурсы с Востока в качестве послевоенных репараций, оставляя плановую экономику ГДР в ужасном положении. Жизнь на Востоке проходила под постоянным надзором штазий, тайной полиции, информаторы, которые прослушивали разговоры и мониторили жизни граждан в поисках малейшего неповиновения режиму. На Востоке были бесплатными медицина и образование, на Западе зарплаты были больше, больше потребительских товаров и больше личной свободы. К 61-му году около 3,5 миллионов людей, почти 20% населения ГДР, покинули страну. Среди них было много молодых специалистов. Чтобы предотвратить будущие потери, Восточная Германия решила закрыть границы, и так появилась Берлинская Стена. Протянувшись на 43 километра в пределах Берлина и еще на 112 по Восточной Германии, сперва ограждение состояло из колючей проволоки и сеточного забора. Некоторые берлинцы бежали, перепрыгивая через проволоку или проходя через окна, но со строительством стены это становилось все тяжелее. В 1965 году стена была укреплена 106 километрами бетонных баррикад высотой более чем в 3,5 метра, увенчанными гладкой трубой, чтобы предотвратить перелезание через них. В последующие годы стену укрепляли полосками шипов, сторожевыми собаками и даже минными полями, а также тремя стами двумя сторожевыми башнями и двадцатью бункерами. Параллельно забору шла 100-метровая полоса, которую прозвали Полосой Смерти. Все здания на ней были снесены, а земля покрыта песком для того, чтобы обеспечить высокую дальность обзора для сотен охранников, обязанных стрелять на поражение по тем, кто захочет пересечь стену. Тем не менее, примерно 5 тысяч человек смогли сбежать из ГТР между 1961 и 1989. Кто-то был дипломатом или туристом, познавшим за границу, а кто-то простым человеком, вырывшим туннель, проплывшим по каналам, пролетевшим на воздушных шарах или даже укравшим танк и пробившим им стену. А риск был высок. Более 138 человек погибли в попытке сбежать. Кого-то пристреливали прямо на глазах у западных немцев, хотевших им помочь. Стена стабилизировала экономику ГТР, не давая рабочим сбегать, но уничтожила репутацию, став всемирным символом репрессии коммунизма. Как попытка примирения с Востоком, договор об основах отношений Восокой Запада частично признавал Восточную Германию, оставляя ФРГ надежду на воссоединение. Хотя Восточный режим разрешал людям навещать свои семьи, он пытался заставить людей не делать этого бюрократической волокитой и высокими пошлинами. Но, тем не менее, заявлений поступало несчетное количество. К концу 80-х либерализация других режимов Восточного Блока вызвала массовые демонстрации с просьбами о свободе перемещения и демократии. Вечером 9 ноября 1989-го Восточная Германия попробовала снизить напряжение, сделав проще получение разрешений на выезд. Но это привело лишь к тысячам восточных берлинцев у контрольно-пропускных пунктов стены. Застанные врасплох, охранники тут же открыли ворота. Радостные толпы понеслись в западный Берлин, а люди с обеих сторон танцевали на стене. Другие же начали сносить стену всем, что было под рукой. Хотя охрана сначала пыталась сохранять порядок, вскоре было понятно, что годы разделения подошли к концу. После 40 лет Германия официально объединилась в октябре 1990-го года, а Советский Союз пал вскоре после этого. Сегодня части стены еще стоят, как напоминание о том, что любые барьеры, которые мы возводим для ограничения свободы, можно также сломать. Перевелла, озвучил Кирилл ВашПро. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на которую в описании. Это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok